Звуковая пытка в автозаводском районе. Второй год жительница одного из домов страдает от соседа снизу. Сначала он изводил ее с помощью громкой музыки, а потом перешел на вибрацию. Делает он это по вечерам и ночам, и находиться в квартире практически невозможно. Начались звуки по газовому стойку. Писк, треск, идут они и по ночам, и на протяжении дня. То есть в разное время. Иногда, когда мы все спим, там в час ночи, в два часа ночи включаются. Мы из-за этого просыпаемся с бабушкой. Иногда на протяжении дня просто вот мы пришли, там я налила чай, сижу и начинается писк. Когда это ночь, это очень громко звучит. До семи часов я пролежала и потом ушла на работу с головной боли. С конца 22-го года в соседе начали пушать очень громко музыку. Настолько громко, что у нас вибрировал трасса и пол. То есть я так понимаю, с басами, там бум-бум. В итоге, через пару месяцев уже невозможно это терпеть. Я пошла, спустилась. Хотела поговорить, что происходит, и чтобы они потише сделали. Открываю дверь, они говорят, и что ты нам сделаешь? Что хочу в своей квартире, то и делаю. То есть я говорю, можете хотя бы выключать, когда уходите. Что хочу, то и делаю. То есть я к ним три раза так спускалась. В итоге написала, обратилась в полицию. Обещали поговорить, разобраться. Это, ну, как бы, все продолжалось, ничего не затихало. В итоге летом, вот как раз ближе к концу лета, я вызвала наряд, потому что было очень громко, невозможно. И на следующий же день, после того, как вызвать сотрудников, припарколонку как будто бы включили. Я сначала не понимала, что это было, но прям какие-то вибрации. Мне замерщик, который приезжал из Роспатриотнадзора, объяснил, что это какие-то частоты, низкие, высокие частоты, они так ощущаются человеком. То есть сначала ставился вопрос о том, может быть, это что-то с домом, может быть, это что-то с трубами, да, старые. Может быть, трубы пищат, может быть, газовый стояк, что-то с ним. Однако домоправляющая компания говорит, что нет, у нас все в порядке. То есть мы не сразу, как бы, поняли, в чем дело. Мы предполагаем, что у них есть виброколонка, это есть такое специальное изделие, которое можно прислонить. И у тебя в квартире будет тихо, а в квартире, с которой у тебя смежная стена, там будет просто невыносимо находиться. В итоге я планировала все-таки переехать, и уже думала, ладно, не буду с ними связываться. Но он все же ко мне поднялся в квартиру в один день и начал угрожать. Вы не стойте в двери, мне нужно дверь закрыть. От вас пахнет алкоголь. Отойдите, пожалуйста. А вы какого *** тут приходите на день? Еще раз я услышу ваш ***. Какой ***? Я придумаю другой способ вас извести. Что вы сейчас сказали? Вы пытаетесь изводить вас? Я вас просила сделать потише музыку. Не сделаю. Вы можете убрать ногу из двери? Мне нужно дверь закрыть. Давайте вызвем полицию вместе с полицией. Участковый зашел несколько дней назад. Я ему все дала послушать. Он говорит, почему на это жалуетесь только вы? То есть ваша квартира, другие соседи не жалуются. Я говорю, ну, если, я не знаю, наверное, колонку только ко мне подносят. Естественно, у нас тут слышность идет, а у соседей-то не так все слышно. Их это не беспокоит. Вынесено определение об отказе от возбуждения дела, об административном праве нарушения. Хозяева квартиры, откуда эти звуки и вибрация исходят, на контакт уже не идут. Здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит? Можете объяснить? Скажите, а почему соседям жить не даете? Что за звуки включаете? Ну, возможно, им есть что скрывать. Возможно, они не знают, как ответить, не хотят общаться, потому что, может быть, знают, что они не правы в этой ситуации. Я готова поговорить. Я приходила и без камер к ним, но всегда одно и то же было. Самой истязаемой музыкой и вибрацией девушки соседи снизу заявляли, что мстят ей за то, что они с бабушкой слишком громко топают по деревянному полу. Кстати, в Нижнем Новгороде уже был один такой мститель, который своих соседей решил истязать громкими звуками. Юрий Кондратьев мстил своим соседям за то, что те слишком шумно себя вели в своих квартирах. По его мнению, дети то бегали, то играли. Он взял мощную акустическую систему и включал ее на полную мощность. Начал классическую музыку, потом тяжелый рок, а потом просто лошадиное ржание. И за дня в день на полную громкость. Сам в своей квартире он ходил в Беружах. Два года соседи писали жалобы и заявления в правоохранительные органы, администрацию. Но мер никто не предпринимал. Только после нашего репортажа об этой ситуации было возбуждено уголовное дело. По статье истязания Юрия Кондратьева судили и суд вынес ему приговор. Три с половиной года условно за это вот лошадиное ржание.